А вот седьмая школа уже практически ожила после масштабного ремонта и готовится принять детей. Пока ученики посещают занятия в 24-м учебном заведении. Специалисты обещают, что в третьей четверти они начнут учиться в отреставрированном здании. О ходе работы расскажет Лола Самадова. От старых стен осталось совсем немного. Седьмую школу практически заново построили. Здание после военных времен не выдерживало критики. Не выдержать мог и пол. Деревянные балки прогнили и весь второй этаж мог в любой момент обрушиться на голову детей и учителей. Согласно новому проекту здание укрепили и частично реконструировали. Фактически это уже новая школа. Школа конечно была прежде в состоянии, как и сейчас. Потому что пришлось нам, что в процессе работы вылезло много работы. Это усиление стен, это и замена межэтажного перекрытия, перенос дверных проемов. То есть мы дверные проемы сделали друг на друга. Ну как должно быть, как должно. Проектировщики есть тоже у нас постоянно, как бы принимают активное участие. В процессе работы вносим какие-то изменения, корректируем. Полностью поменяли отопление и коммуникации, подвели канализацию. Сделали два дополнительных пристроя. В одном будет спортивные актовые залы, во втором детский сад. А здесь будут мастерские. Их начинали строить еще во времена первого срока главы Виктора Франца. Со вторым приходом работы возобновили. Таков был наказ горожан. Уже сейчас жители окрестных домов справляются о сроках сдачи. Многие возят детей в городские школы. С открытием седьмой будет достаточно перейти через дорогу. Сегодня приходится детей доставлять автобусом в первое здание нашей школы, которое находится на улице коммунистов-большевиков. А это тоже материальные затраты. Более того, здесь планируется открытие двух групп детского сада, что тоже определенную напряженность снимет. Занятия в школе начнутся с третьей четверти этого учебного года. Для старого города это большое событие. А недавно в советском районе была открыта после длительного ремонта пятая школа. Она, как и седьмая, рассчитана на 500 человек. У нас, конечно, в этом году работ по ремонту объектов образования проводится значительно больше, чем проводилось раньше. Всего в целом у нас в этом году ремонтируется 28 объектов образования, 38 зданий. Городские власти надеются, что в следующем году работы в сфере образования продолжатся. Несмотря на то, что многое уже сделано, остается немало вопросов, которые требуют решения. Лола Самадова, Ксения Назарова, Денис Абатов, Служба информации, ТРК Евразия. Лола Самадова, Ксения Назарова, 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 Ксения Назарова. Продолжение следует...